Шесть лет работает в Октябрьском предприятии, на котором производят сыры по европейским стандартам. Главный технолог здесь итальянец, поэтому соблюдается и рецептура, и все особенности итальянской технологии производства. Глава округа Владимир Волков ознакомился с процессом сыроварения и пообщался с сотрудниками. Процесс приготовления любого сыра начинается с молока. В него добавляют ферменты или бактерии, благодаря которым происходит окисление и закваска. Полученную массу нагревают от гоствораживания. Пастеризованное молоко, которое до 67-68 градусов. Потом до определенной температуры охлаждения, вношение ферментов и выдержка соответственно. Для каждого сорта сыра требуется своя температура молока. Чем тверже сыр, тем температура выше. Всем известный молодой сыр моцарелла готовится быстро. Делается молоко, паста, замешивается, плавится и ледится. Сыр распадывают по формам. В течение двух часов он остывает и уже готов к употреблению. Рядом производство другого сыра из семейства моцареллы – буррата. В переводе с итальянского означает «сливочное масло». Кваска замешивают с кипятком 90 градусов. И потом уже делится на кусочки, и каждый кусочек растягивается, и туда кладется пища тела. Основное сырье для производства сыра – молоко. Оно на предприятии из Подмосковья. А вот ферменты из окваски поставляют исключительно из Италии. Санкции, введенные в этом году против России, повлияли на сырьевой сектор. Но, по словам генерального директора сыроварни, на производственной деятельности не отразились. Мне, как доставлял семь лет назад один итальянец эти ферменты из Италии, также и сейчас он мне их привозит. Да, немножко логистика стала длиннее, немножко удорожание. Но на себестоимость сыра это не влияет. В специальных холодильных камерах сыры полутвёрдых и твёрдых сортов созревают от 3 до 12 месяцев при определённой температуре и влажности. Далее готовая продукция поступает на продажу. Каждое производство должно развиваться. Переговорили как раз с руководителем, с Кириллом Викторовичем, на тему дальнейших планов по развитию. Любое предприятие на территории округа – это развитие и личного бизнеса, и, конечно же, это дополнительное поступление налогов, это рабочие места. Мы заинтересованы в этом, поэтому всячески будем оказывать поддержку. В ассортименте предприятия почти 30 наименований. Это мягкие сорта сыра, полутвёрдые, типа Монтазио и Качаковала, и выдержанные, а также колбасы и Коппа, сыровяленая свиная шея. За смену здесь выпускают несколько сотен килограммов продукции. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.